Всем добрый день! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Начнем выпуск с главных дел. Показательный пример, что делать, когда сотрудники коллекторских служб нарушают права заемщиков. Когда время идет не на пользу, жильцы ветхого дома в Барнауле, который должны были снести еще два года назад, не могут дождаться расселения. Короли восточных единоборств. Алтайские спортсмены вернулись домой с первенства страны и провели открытую тренировку. Оформила микрозайм, а в итоге едва не лишилась работы жительница Барнаула. Взяла деньги в долг, чтобы помочь родственникам. Однако вовремя погасить заем не получилось. Тогда женщина столкнулась с коллекторами, которые вели игру без правил. Наша героиня попросила не показывать ее лица и не называть фамилии. Чтобы заставить заемщицу выплатить долг скорее, коллекторы решили прийти к ней прямо на работу. Стали требовать от начальства повлиять на свою подчиненную. Усугубило ситуацию то, что в это время женщина только устроилась на работу и находилась на испытательном сроке. Уже на следующий день после инцидента женщина обратилась за помощью в службу судебных приставов. Там пообещали разобраться в ситуации. Кстати, по словам специалистов, подобные случаи встречаются довольно часто. В год с аналогичными жалобами к сотрудникам службы обращаются до 40 человек. Проведенная проверка по обращению установила, что действительно коллекторской организации была нарушена статья 6 федерального закона о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по отысканию просроченной задолженности. Эта статья запрещает коллекторам каким-либо образом публично, не коричневому кругу лиц, распространять сведения о наличии задолженности. Когда время идет не на пользу, в нашу редакцию обратились жители дома по улице Малахова в Барнауле. Городская администрация еще два года назад признала их жилье аварийным. Из-за этого статуса управляющая компания отказывается делать там ремонт. Хотя состояние здания плачевное. Но и сносить дом никто не торопится в ситуации, разбирался Вадим Слюсарев. Этого дома не должно быть. Здание на Малахова, 37, построено в конце 50-х годов. Жить в нем невозможно. Фасады обрушиваются, есть проблемы с отоплением. Три года назад администрация Барнаула признала дом аварийным. Как говорится в документах, здание подлежит сносу. Была даже назначена конкретная дата. 7 декабря 2017 года. Но дом все еще стоит. Мы собирали собственную комиссию, скидывались жильтами дома финансовыми средствами. Делали независимую экспертизу дома, которая признала дом в аварийном состоянии. Отправляли все эти документы в администрацию Барнаула, в администрацию Октябрьского района. Никто так же, толком нам, никто ничего не смог сказать. Никаких ответов дать на это не смогли. Одну из стен здания уже давно повело. Здесь образовалась вот такая вот выпуклость со множеством щелей. Жители этой квартиры заделают их всеми возможными способами. Монтажной пеной и даже ватой. Но с каждым днем щели только увеличиваются. Внутри дома картина не намного лучше. В квартирах плесень, стены трескаются. Собственники много раз обращались в управляющую компанию «Старый Барнаул» с просьбой сделать хотя бы ремонт. Но там отвечали, смысла тратить на это деньги нет, раз дом подлежит сносу. Проводка у нас, ну, по квартирам не знаю. То есть, допустим, вот в нашей квартире мы меняли лет, наверное, 12 или 13 назад. И то почему-то вот у меня даже не везде. Вот, допустим, здесь в комнате у меня свет перестал гореть спустя несколько лет. То есть, не знаю, причину так и не установил. Хотя провода здесь относительно новые. Проблемы есть и в подвале. Канализационные трубы прохудились. Все стоки льются прямо на пол. Мы обратились в администрацию Барнаула с вопросом, когда же дом на Малахово снесут, а жильцов расселят. К сожалению, бюджет города ограничен. И невозможно уложиться в сроки переселить дом. Но хочется отметить, что в федеральный закон 185-й внесены изменения. И по реализации этого закона включены дома, признанные аварийными, до 1 января 2017 года. При формировании федеральной программы этот дом будет включен в программу и будет расселен. Появились новые сроки. Дом на Малахово снесут до 2025 года. Однако, как нам пояснили в администрации, до этого времени жильцы могут арендовать себе жилье. Причем оплатить съемную квартиру должны органы местного самоуправления. Если семья занимает двухкомнатную квартиру, то она вправе рассчитывать на выплату в 12 тысяч рублей. 5% суммы придется заплатить самим остальной администрация города. Правда, некоторые семьи, где по 2-3 ребенка, сомневаются, что смогут найти достойное жилье за эти деньги. И остаются жить пусть и в ветхом, но родном жилье. Вадим Слюсарев, Михаил Лифуншан. Новости. Еще три жителя Алтайского края заболели корью. Это подтверждено лабораторно. Все заболевшие взрослые заразились инфекцией в Москве. Сейчас установлены лица, которые контактировали с заболевшими. За ними наблюдают врачи. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 8 случаев кори. А вспышка заболевания была 4 года назад. Тогда заболело больше 100 человек. Отметим, с 1 апреля по 1 октября в Алтайском крае и России пройдет прививочная кампания против кори. А сейчас в регионе работает горячая линия, где жители нашего края могут задать вопросы о профилактике этого заболевания. Телефоны вы видите прямо сейчас на своих экранах. Звонки принимают с понедельника по четверг с половины девятого утра до 17 часов дня. В пятницу до часу дня. В пригороде Барнаула и некоторых районах города сегодня отключат воду. Городской водоканал ведет плановые работы по подготовке сетей к летнему периоду. Будьте внимательны. Адреса домов, попадающих под отключение, сейчас появятся на ваших экранах. Итак, с 9 часов утра до 4 часов дня будет ограничено водоснабжение в поселке Затон. Там специалисты проведут промывку артезианского забора. В водоканале предупреждают жителей возможно ухудшение качества воды. В поселке Авиатор отключат холодную воду с 9 часов 30 минут утром до 6 часов дня. Работы будут проводить на пересечении улицы Рябиновая и переулка Липовый. Также отключения коснутся жителей домов в центре Барнаула. Это дома в районе улиц Ядринцево, Песчаная, Челюскинцев. Плановые работы по замене задвижки проведут и в районе дома 54 по улице 2-я строительная. На этом участке воды в домах не будет с 10 утра до 6 вечера, сообщает официальный сайт Барнаула. Конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют» стартовал в краевой столице. В нем принимают участие 10 молодых учителей. С минуты на минуту в здании Барнаульского государственного педагогического колледжа начнется торжественная церемония открытия. На месте работает моя коллега Евгения Князева. Евгения, добрый день! Ждем от вас подробностей. На самом деле в заочном отборочном туре в конкурсе «Педагогический дебют-2018» участвовали 34 человека. Из них 7 из городов Алтайского края и 22 из районов региона. Всего же, как вы правильно отметили, до уже очного этапа дошли 10 человек. Это три учителя начальных классов, а также два педагога русского языка и литературы. Ну, кроме того, конечно же, английский язык, учителя математики, физкультуры, технологии, истории, общества, знания и других. Эти педагоги будут представлять три города. Это Бийск, Барнаулы и Заринск. Ну, также не обошлось и без участников из районов нашего края. Это представители Целинного района, Михайловского, а также Кытмановского, Усть-Пристинского и Куринского. Что же касается о завершении конкурса у нас регионального этапа, то завершение пройдет 22 марта, то есть уже в эту пятницу. Как раз-таки в этот день мы узнаем имя счастливчика и также имя человека, на которого выпадает ответственная миссия представлять наш Алтайский край уже на всероссийском этапе конкурса «Педагогический дебют-2019». И узнаем это имя мы в пятницу. А пока что, Антон, у меня все. Я передаю слово в студию. Да, спасибо, Евгения. Ну, а сейчас к новостям спорта. Сборная Алтайского края по восточным единоборствам в дисциплине «Сютакан» вернулась с первенства России с наградами. Сегодня бойцы проводят открытую тренировку. На ней сейчас находится мой коллега Владислав Кириенко. Он готов пообщаться с одним из бойцов. Расскажите подробнее о достижениях нашей команды. Да, Антон, добрый день. Мы сегодня в гостях у нашей сборной, у сборной Алтайского края по «Сютакану». Она признана сильнейшей в Сибири, является одной из сильнейших в России. Не так давно наши спортсмены участвовали в чемпионате страны, который прошел в подмосковном Щелково, и привезли сразу несколько наград. Рядом сейчас со мной один из призеров – это Иван Ишимов. Вань, привет. В первую очередь расскажи о чемпионате страны, как это было, как оно прошло. Ну, на чемпионате России, да, очень большое... Приняло участие очень много регионов. Было очень сложно пробиться на призовые места. Да, но у меня получилось. Ты занял какое место? Третье зимние, я занял третье место. Ну, вот о последних боях расскажи. То есть, например, матч за третье место, почему до финала не дошел, чего не хватило? Я прогрел в полуфинале, потому что, когда я собирался сделать атаку, меня встретили сразу на два очка. Это, получается, автоматическая победа у нас по правилу. И, ну, получается, я прогрел в полуфинале, занял третье место. А с кем в матче за третье место бился? Честно, не могу справиться. То есть, все было очень напряженно, да? Да. Слушай, ну вот, Ситакан, я вот, например, дилетант в этом плане. Вот можешь рассказать вообще, то есть, какие главные приемы есть? Наверное, давай мы их вместе покажем как-то. Вот, покажи их, давай. То есть, самые главные какие? Давай, стойка вот какая? Стойка типа дачи у нас. Так, то есть, я левша, я должен встать вот так вот. Вот так вот, да? Ага. У нас удары строятся на двух руках. Ударах – это передняя рука и задняя рука. Так. Если вы левша, получается, левша, опасен тем, что он может работать на передней руке постоянно. Угу. И получается движение раскачки. Так. Ага. То есть, я бью сначала, например, по передней руке, да? Да, сливаете руку, а передоемно сливаете. Ага. Вот так, да? Да. Ага. Так, давай, ну давайте, давай еще один попробуем. Вот этот еще раз повторим. Повторим. Ну, хорошо, давай второй. Так. Получается, чаще всего работает левша спорта, получается. Так. Можно какие-то разрезы, алиса, вторым перспортом. Ага. Так. Так, еще раз, например. Передний уголь, да, я бью. Так, я бью вот так. Нет, за передний уголь. Так. Передний уголь. Ага. Вот так. Да. И делайте балл. Так. И так, да? Да. Ну-ка, еще раз попробуем. Так, так, так. По ногам еще не очень хорошо получается. Ну что ж, Вань, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Удачи тебе в соревнованиях, в будущем особенно. Антон, ну вот, получились немножко азам Ситакана. На этом у меня все. Передаю вам слово в студию. Спасибо моим коллегам. Надеюсь, Влад вернется в целости и сохранности. У меня на этом все. Я желаю вам хорошего дня. И помните, если хотите первыми узнавать о самых важных событиях в жизни нашего региона, смотрите телеканал Катунь-24. Ситакана Катунь-24.